С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Построение новой экономики, равные возможности для жителей и гарантированное будущее. Игорь Кошин представил бюджетное послание собранию депутатов Ненинского округа. На 25-й сессии глава регион рассказал о приоритетах при формировании бюджетов текущего и последующего годов в направлениях налоговой и инвестиционной политики. Нынешнее послание главы региона окружным парламентариям прошло в обновленном формате. Для наглядности слушателям представили презентацию с цифрами и графикой, из которых становится ясно – экономическое положение региона изменилось. В первую очередь оно касается цен на нефть, которая наполняет окружную казну на одну треть. Новая экономическая реальность требует новых решений. Главное требование бюджетной политики – это поддержка экономического роста. В нем заключается основная цель нашей совместной работы. За счет чего мы должны этого добиться? Первое. Прилечение федерального софинансирования. Договор с Архангельской областью позволил нам привлекать средства федерального бюджета. Регион, который сегодня не вкладывается в инфраструктуру, завтра окажется на обучении экономического развития. Во-вторых, необходимо привлекать инвестиции частных компаний, в частности недропользователей. Третья задача руководства округа – перестраивание бюджетной системы. В первую очередь это сокращение затрат на администрирование. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В малых населенных пунктах прошла реорганизация библиотек и медицинских учреждений, которые были самостоятельными бюджетными организациями. На рынке образования, здравоохранения, социальной помощи за редким исключением представлены только бюджетные учреждения. Отсутствие конкуренции делает систему неэффективной по сравнению с другими регионами, где давно существуют, к примеру, частные детские сады или частные медицинские центры. Новый подход изменит структуру занятости, а самое главное – повысит качество услуг для нашего населения. По мнению губернатора, необходимо продолжить государственную поддержку стабильно развивающихся предприятий. Так, в прошлом году округ выделил средства на обновление авиапарка воздушных судов на Ринмарскому объединенному авиаотряду. Ненецкой компанией электросвязи была оказана помощь в организации наземных каналов связи в населенных пунктах. Ежегодно выделяются субсидии оленеводческим и рыбодобывающим хозяйствам. Увеличена поддержка малого бизнеса. И в этом году появляются новые субсидии на производство продукции овощеводства, на поддержку начинающих фермеров и семейных животноуческих хозяйств. В два раза увеличено финансирование госпрограммы развития предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе. Особого внимания требует сфера ЖКХ. Модернизация инфраструктуры возможна посредством концессионных соглашений. Эта форма государственно-частного партнерства уже зарекомендовала себя в регионах. Так, в стране заключено 271 концессионное соглашение на общую сумму обязательств 71 миллиард рублей. При этом в этих регионах аварийность теплоснабжения снизилась на 47%, теплопотерей на 18%, водоснабжения на 21%. В Ненецком округе пока заключено только одно подобное соглашение. В то же время в бюджете региона необходимо предусмотреть средства на финансирование всех социальных мер поддержки. С 2016 года будут увеличены выплаты лицам старше 70 лет, сохранены в полном объёме доплаты к пенсии, выплаты семьям с детьми. Подводя итог выступлению, Игорь Кошин подчеркнул, стабильность и развитие региона невозможно без поддержки и помощи жителей округа. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал Север.